Бой! Предлагают реконструкторы военно-исторических клубов Севастополя, Симферополя, Феодосии. В наш город они прибыли специально для участия в акции «Ночь музеев». Эпоха моя – это XIII-XIV век. Европа, точнее Германия. Весь металл покрыт шерстью, закрыт. Вот ржавчина, чтобы меньше ржавел. По факту мало таких стальных элементов. А так в основном все стали. Русь XIII век. Вот у меня, видите, называется доспех ламеллярный. Или же если по римски лори Коскомата. Оттуда к нам пришел этот доспех. На мне именно. Почему я именно в этом доспехе? Этот доспех легендарен, называется «Давмонд». В 1954 году его нашли в Пскове. И до этого момента Европа, все археологи Европы считали, что Русь сражается в лаптях. И они поняли, что русские доспехи, русские витязи – одни из лучших бойцов мира. Поэтому я с этой мыслью выхожу каждый раз туда и получаю синяки с честью, достоинством и с великим удовольствием. Их 10. Попробуй разбери, кто здесь варвар-кочевник, кто представитель рыцарского ордена, кто несет службу в рядах княжеской дружины. Но комментарии, сопровождающие каждое сражение, помогут не растеряться и расширить кругозор. Кстати, самым любознательным зрителям участники постановочных боев с радостью прочтут небольшую, нескучную лекцию о доспехах, сражениях и нравах эпохи. Хотите тоже ощутить себя в виде зимсредневековья? Не вопрос. Но приготовьтесь, что со стороны вы будете выглядеть чуть менее импозантно, нежели эти ребята. Пять килограммов на голове. Ну, в принципе, ощутимо. Рыцарь без меча. И меч. Ну да, немножко пошатывает. Можно ударить. Можно ударить. Не стесняйтесь. А вам не будет боли? Я не умею, господи. Давай. Браво. Мечом махать дело все-таки не женское. Прекрасных дам манит нечто изящное, роскошное, великолепное. И для них заповедник Херсонес-Таврический тоже подготовил сюрприз. Впервые публике представляют драгоценные экспонаты. Изысканное жерелье и серьги первого века нашей эры. Украшения из золота высшей пробы, инкрустированных гранатами пурпурного цвета. В фонды музея их передали сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым. Античную ценность они обнаружили в ходе оперативных мероприятий. Полюбоваться этими находками, которые буквально через пару часов надолго вернутся в свое хранилище, пришли сотни горожан. Очередь на подступах к залу впечатляет. Также в этот вечер Государственный историко-археологический музей-заповедник открыл экспозицию, посвященную хоре древнего города. Сельские тюды, такое название ей дали кураторы. Посетителям предлагают заглянуть в комнату сельской усадьбы. Здесь все, что мы видим, это оригинальные предметы, найденные одновременно. То есть это в первом веке обрушилось полностью здание, и вот эти все предметы были погребены. Мы их, естественно, исследовали, были склеены, насколько это возможно, и попытались как бы вот это пространство жилое воссоздать. Мастер-классы по искусству старинного танца, стендовые экспозиции, знакомства с ремеслами. Программа вечернего праздника получилась насыщенной. Ночь музеев на территории Херсонеса собрала более тысячи горожан. Вы знаете, я так счастлива, потому что я вижу так много людей. И всегда надо думать о том, что музей – это тоже муза. А служение муз не терпит суеты. Поэтому мы, музейные сотрудники, будем преданы и верно служить искусству, красоте и прекрасному. Встречали гостей в Севастопольском художественном музее имени Михаила Павловича Крашицкого. Лейтмотивом вечера стала тема – рождение образа. Как рождаются образы на полотнах художников, посетители могли наблюдать прямо в музейных залах. Как они начинают, интуитивно нащупывая линию, или же наоборот, сразу же буквально со страстью, цвет, краску, выливая на холсты. Или же действительно размышляя еще и о создании образа Вселенной. Художник-абстракционист Елена Душкевич пришла на музейный праздник с заготовкой для творческого эксперимента. Нет, это не копия «Черного квадрата» Малевича, нечто другое. Концептуальная работа с моей стороны планируется. Мы будем передавать свои холсты, каждый свой по кругу, и оставлять новый слой своего творческого восприятия на работе каждого. Также гостям предложили создать собственные шедевры. Нарисовать, каким они видят здание музея после реставрации. Ведь процесс рождения нового образа для него как раз в разгаре. Этот образ рождается, естественно, и у реставраторов, которые приступят к работе над нашим зданием, и у сотрудников, которые уже разрабатывают и, вернее, продумывают тематика экспозиционной планы, размещения наших постоянных выставок в новых зданиях. Поэтому я думаю, что в этом названии «Рождение образа» именно совмещено ожидание людей, ожидание на перемены к лучшему. Удивительные и увлекательные события вечером 19 мая в рамках международной акции «Ночь музеев» ожидали посетителей всех музеев Севастополя. Но тем, кто пропустил яркое действие, расстраиваться не стоит. В городских музеях и днём всегда найдётся, что посмотреть и чем вдохновиться. Наталья Данилова, Дмитрий Лилека, Севин, Формбюро.